Мы запускаем самый красивый проект восьмого канала Beauty Pro. Индустрия красоты развивается настолько стремительно, что угнаться за новинками нелегко. В нашей программе мы будем рассказывать о модных процедурах и технологиях в области парикмахерского искусства, косметологии, маникюра, макияжа, а также о том, насколько они безопасны и эффективны. Развеем мифы вокруг самых популярных бьюти-процедур, а наши эксперты поделятся своими секретами красоты. Мы находимся в школе-студии Кристины Клинк. А вот и сама хозяйка Кристина. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня поговорим об одной из первых, но до сих пор самой популярной техники наращивания ленточном наращивании. Кристина, расскажите о ней. Да, действительно. Ленточная техника наращивания является самой популярной и в том числе безопасной техникой. Большое преимущество ленточного наращивания в том, что оно выполняется очень быстро, в течение 30-40 минут. И сейчас мы можем просмотреть весь технологический процесс. Пройдемте. Профессиональная школа-студия Кристины Клинк основана в 2014 году. Представляет широкий перечень услуг и обучения по таким направлениям, как наращивание, новейшие способы выпрямления и реконструкции волос, сложные техники окрашивания и растяжки цвета, создание прикорневого объема. Перечень услуг обширен. Высококлассные специалисты, большой опыт, уютная атмосфера, интересные акции, благодарные отклики клиентов и учеников, оптимальное сочетание цены и качества. Это наша модель Ксения. Здесь мы можем увидеть, что мы имеем плотный срез стрижки, но ленточное наращивание позволит нам хорошо перекрыть плотный срез. Это еще один из плюсов именно ленточного наращивания, так как лента имеет полотно. Наращивание всегда начинается от нижней краевой линии роста волос, отступая от нижней краевой линии где-то 2-3-4, возможно, сантиметра, в зависимости от высоты волос. Мы выделяем ровный горизонтальный пробор и, собственно говоря, на него мы будем наращивать наши волосы. Ленточное наращивание волос создано и запатентованное немецкой компанией Акросс технология наращивания волос. Официальное название технологии Hair Talk. Для наращивания используются славянские, южно-русские и европейские волосы. Технология создана в Германии в 2004 году, но в Россию пришла только с 2006 года. На сегодняшний день ленточное наращивание является самой безопасной технологией наращивания волос, что подтверждают четырехлетние исследования немецкими трихологами компании Акросс. Начиная с 2008 года производство ленточного наращивания переведено в Китай, где оно производится по сегодняшний день. Скажите, что касается качества волос, откуда идут волосы, из чего они делаются? Волосы для наращивания используются только человеческие. Могут использоваться, конечно, и искусственные синтетические пряди, но это изделие не для ежедневной носки, так как эти пряди будут путаться и иметь не очень потребный вид. Волосы только люкс качества имеют большую носкость и относить один набор волос можно от года до двух лет. Если это волосы искусственные или волосы разнонаправленной ориентации чешуйчатого слоя, то есть когда волосы собраны не с хвоста, есть способ в азиатских странах добычи волос, так называемой с расчески. Женщина в обиходе жизнедеятельности своей не выбрасывает волосы с расчески, а собирает их в кулечки, так сказать, потом сдает на фабрике по граммам и уже на фабрике эти волосы сортируют по длине и капсулируют на какие-то виды наращивания, либо ленты, либо капсулы. Цена вопроса. Ленточное наращивание является одним из самых недорогих видов наращивания. Цена складывается из стоимости услуг в среднем от полутора до шести тысяч рублей в зависимости от статуса салона, плюс стоимость самих волос от десяти тысяч рублей за один объем волос. Стоимость волос зависит от их качества и длины. Как ухаживать за волосами? Наверняка метод ухаживания за своими и искусственными, он как-то различается, как вот их мыть, расчесывать, самый главный момент в наращивании волос это то, что нельзя наносить бальзамы, маски в прикорневую зону крепления, чтобы волосы наши не начали сползать раньше времени. Мыть волосы желательно стоя в душе, не перекидывая волосяной покров вперед, чтобы не путался волосяной покров, да, чешуйчатый слой между собой не цеплялся. После мытья шампунем необходимо нанести маски, бальзамы, это обязательно, так как свои волосы питаются от кожи головы, наращенные волосы не получают этого питания, поэтому нужно использовать обязательно масочки дополнительные. После мытья с бальзамами и смазками не обязательно нужно высушить волосы на 100%, особенно прикорневую зону крепления, потому что недосушенные волосы, да, могут послужить тому, что волосы начнут со временем сползать. Расскажите о плюсах и минусах данной техники перед другими, например, капсульном наращивании, там, бразильском наращивании. В любом виде наращивания есть такой момент, как механическое повреждение волос. Для чего мы делаем коррекцию и почему это нужно делать своевременно? Когда волосы отрастают на определенную длину, лучше всего произвести коррекцию, снять нарученные волосы и одеть их ближе к корню. В среднем носка нарученных волос не должна превышать месяц-полтора, в принципе, с любой техникой, так как далее уже идет механическое повреждение волос. Могу такие недостатки отметить, да, что если волосы очень тонкие у клиента, допустим, это височная зона или зона челки, мы такую широкую ленту не сможем одеть достаточно близко, да, ее в хвосте, в прическе будет видно. Это один из таких самых веских недостатков, почему выбирают другие техники. Мы можем частично одевать ленты, частично одевать капсулы. И капсульная техника, и ленточная техника, наверное, достаточно равнозначны. Все-таки мы выбираем тип наращивания, отталкиваясь больше от стрижки, от зон, которые мы хотим перекрыть, каким образом мы хотим перекрыть, от того, какие прически будет носить наш клиент. Как долго носятся? Месяц, два, год, то есть от чего это зависит? Все-таки наращивать волосы очень длительное время, да, это 5-10 лет и более нет необходимости, поскольку при правильной все-таки технологии клиент должен отрастить свой волос в хорошем качестве и в хорошем состоянии. Но это удастся, да, сделать наращивание? Да, но опять же мастер опытный, с хорошей квалификацией это сможет сделать, отрастить клиенту волосы, помочь отрастить клиенту волосы. Мы готовы рассказывать обо всех существующих новинках бьюти-индустрии. А что интересно вам, нашим зрителям? Ждем ваших предложений в наших соцсетях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!